И с нами сейчас потрясающий Амиритов. Я вам рассказывал, что надо иметь круглую халу для сладости. Красиво объяснял. А Мири нам сейчас покажет, продемонстрирует, как это реально делать. И как это, когда смотришь на нее, выглядит очень легко и просто. Мири? Добрый день. Кому-то добрый вечер. У кого сейчас в Израиле вечер, Киев, Москва. У кого продолжение лекции Рабабенциона, хотела сказать о том, что, безусловно, есть такой обычай делать круглую халу на Рашина. То есть нет запрета поставить на стол обычную халу. Это скорее обычай. И опять же, он объясняется огромным-огромным количеством разных историй, почему это круглое, так как сказал Рабенциона о том, что это круглое, так как завершение цикла года. Есть версия о том, что круглое – это как наша вера во Всевышнего, которая, она бесконечна, у нее нет ни начала, ни конца. И таких версий огромное количество. Так что там, как у евреев, есть на все много-много разных версий, много разных мыслей. И каждый, наверное, прислушается тому, что ему ближе, то, что ему больше созвучно с его восприятием каких-то вещей. Вот сегодня я вам покажу, как делать вот такую круглую халу. Она красная не просто так, она сделана из свекольного теста. Здесь добавляется пюре свеклы, либо можно добавить порошок свеклы, что немножко иногда удобнее, но не всегда есть доступно. Вот такая. И сейчас мы начнем. Я покажу разные этапы, как мы сейчас будем это делать. Для этого нам нужно будет шесть вот таких вот маленьких шариков, которые у меня по 15 грамм. И сейчас мы в них делаем центральный красивый вот этот вот цветочек. Для этого мы просто будем раскатывать каждый кусочек. Я надеюсь, все видно и все слышно. Вот, мы просто раскатываем в такие небольшие кружочки наши шарики. Один за другим. Если вопрос, почему именно свекольная хала и как так получилось. Ну, во-первых, так красиво. Во-вторых, как бы у нас есть такая, один из симонимов на Рошана. А, это гранатики изначально, еще лет, чуть больше, чем 7 лет назад, я в первый раз сделала тесто разное для именно гранатика в халы. Вот, и потом как-то так получилось, что начала делать и круглую халы тоже красной, и это получилось очень красиво. Теперь мы каждые наших шесть кружочков складываем вот так один на другой. И сейчас мы с нижней начинаем закручивать вот в такую трубочку. И теперь делим наши колбаску пополам. Вот у нас получается два вот таких вот красивых розочки, которые мы сейчас забираем, и они нам понадобятся чуть позже. А теперь нам нужно будет шесть таких длинных жгутов, с которыми мы уже будем плести непосредственно халл. Для этого у меня есть кусочек теста, уже есть заготовленные жгуты, чтобы было быстрее. Я просто покажу, как скручивать жгут, чтобы он был аккуратный и ровный. У нас просто есть кусочек теста. Здесь у меня 130 грамм теста, чтобы они все были одинаковые, чтобы у нас халла получилась аккуратная, круглая, идеальная форма. Ну, кусочек, просто немножечко. Нам не нужна ни скалка, ничего. Мы просто вот так вот и так вот немножечко вовнутрь собираем. И так несколько раз до тех пор, пока у нас не соберется полностью в такой трубочку. Здесь мы делаем защипы, чтобы у нас тесто не разошлось. И просто мы крутим к концам нашей такой трубочки. Мы просто немножечко делаем такие вот. Вот у нас получилось такое вот. Сейчас я возьму те, которые у меня уже заготовлены. В серединку мы ставим наш цветочек. И теперь мы берем наши такие жгутики. И мы выставляем их вокруг нашего цветочка вот такой вот аркой. У нас их будет шесть. То есть как бы три, если разделить три снизу, три вверху. Максимально близко к нашему цветочку. Я надеюсь, что всем видно и всем слышно, то, что я делаю. Теперь мы начинаем по часовой стрелке брать одну часть от одной арки и по кругу по часовой стрелке двигаться до того, когда у нас все будут закончены, весь круг у нас завершится. Мы просто накладываем на соседнюю арку левую часть, если от меня. И вот одну за другой по кругу мы перекладываем левую сторону арки. Теперь мы идем против часовой стрелки. И та, которая у нас снизу, мы кладем ее сверху. И идем тоже по кругу до завершения кругового цикла один за другим. Каждую нижнюю часть мы кладем на верхнюю. Вот мы завершили второй круг. Теперь мы возвращаемся, идем опять по часовой стрелке. Опять нижнюю мы кладем на верхнюю. И двигаемся по часовой стрелке. Одну за другой мы нижнюю кладем на верхнюю. Чем длиннее будут у вас эти жгуты, тем больше кругов у вас получится. Дальше мы возвращаемся, идем опять против часовой стрелки. Нижнюю кладем на верхнюю. И вот мы опять закончили. Теперь мы возвращаемся, идем опять по часовой стрелке. Это у нас уже будет предпоследний круг. Вот мы закончили. Теперь мы скрепляем наши края соседних. Вот так просто накладываем один на другой. И теперь мы вот эти вот такие защипанные края мы подворачиваем под весь наш круг. Выравниваем, чтобы у нас получился круг. И вот у нас получается такая круглая хала, которая довольно-таки идеальной формы за счет того, что у нас одинакового размера и одинакового веса жгутики. И вот одна из версий того, как можно сделать круглую халу аккуратной и красивой. Затем после того, как она уже постоит в нужное количество, в зависимости от вашего рецепта теста, мы ее смазываем желтком. Я добавляю в желток чуть-чуть. Можно добавить просто воды, можно добавить миндального молока. Буквально одну чайную ложку. Все это хорошо перемешать, покрыть халу, помазать ее. Тогда она получается такая блестящая. И вот я украшаю ее овсяными хлопьями, которые такие цельные. Выкладываю такой цветочек. Не знаю, как лучше сделать так, чтобы вам было видно. Понятно. И вот в центре, когда я это все выкладываю, я уже смазала яйцом, выкладываю, оно хорошо приклеивается, но потом не отпадает. И в серединку я кладу немножечко мака. И все, оно выпекается. И вот получается такая круглая красивая халуа. Можно тесто, которое, я не знаю, я могу оставить рецепты теста свекольного, но в принципе в любое тесто, которое вы делаете, ваше любимое, которое вы уже знаете, что оно у вас работает и с ним у вас все получается, вы можете просто добавить количество воды, заменить соком свеклы, либо пюре свеклы, как вам больше нравится. Потому что есть те, кто считает, что если там пюре преобладает, то оно уже является не эмоцией, на него браха произносится, а мизунот. Это уже как бы у каждого свои варианты. Можно заменить просто количество жидкости на количество сока свеклы, которое можно получить таким способом. Вы можете отварить свеклу, остудить ее, потом измельчить ее в блендере, тогда получится пюре, либо, если вам нужен сок, то просто натереть свеклу и отжать сок, чтобы получилось нужное количество жидкости для того, чтобы тесто наше подкрасить натуральными красителями без каких-то химических красителей, чтобы у нас был настоящий красивый стол, красивой, красивой халой, вот настоящий, без каких-то искусственных подкрасителей, чтобы год наш был сладкий и настоящий. Огромное спасибо, дорогая Миря, спасибо вам за такую прекрасную презентацию. Если есть какие-то вопросы, можете задать. Как тесто, если есть рецепт на тесто, Миря, спрашивают. Есть рецепт, есть несколько рецептов, есть рецепт на закладки, потому что я готовлю только на закладке, не использую дрожжи, и я могу для тех, кто использует дрожжи, я могу выслать рецепт. Я не знаю, я могу оставить, прислать Райф бензиону, и он либо разошлет, либо можете просто найти меня, напишите мне, я вам вышлю рецепт. Спасибо огромное, Миря, спасибо за это. Сейчас мы уже, все тут уже умеют с легкостью делать халу. Это настолько красиво, как у вас, но будем стараться, есть чему стремиться. С нами была Миря Тофер, и мы продолжаем. Шана Тува Метука, Ктива Ве Хатима Тува. Хорошие записи. Амин, амин, ва амин.